МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Членистоногие деликатесы, искусственные люди и новая ветвь эволюции. Вы смотрите Народные новости на 24 КИЗ в студии Валерия Гавриленко. Обо всём подробнее прямо сейчас. Килограмм жуков или отбивная? Разводим мини-скот и переходим на энтомофагию. Окуклились. В Караганде появились уникальные мастера. Вперёд в прошлое. Как повернуть эволюцию вспять, вернуться к жизни на деревьях, выяснили в Западной Европе. Жители около ста стран мира смотрят на насекомых не как на мелких неприятных букашек, а как на полноценную здоровую пищу. Например, всего 4 цикады дадут столько же кальция, сколько вы получите из одного стакана молока. А в некоторых гусеницах содержится больше белка, чем в говядине. Тогда почему же, заслышав бантомофагии, то есть поедание насекомых, мы брезгливо морщим нос? Специалисты говорят, что всё дело в нашем воспитании. С малых лет нас учат, что оса или пчела может ужалить, а жук или муравей укусить, что муха разносит заразы и так далее. Да мы и сами, будучи в далёком детстве смелыми экспериментаторами, не раз ощущали на себе гнев насекомых, например, наступив босой ногой на муравейник. Но учёные уверены, рано или поздно наши вкусы изменятся. Всё когда-нибудь случается в первый раз. Например, суши. Давно ли сырая рыба оказалась нам отвратительной? Они неприятно выглядят, но тайские фермеры от них в восторге. Неудивительно, ведь эти существа помогают им зарабатывать неплохие деньги. В беднейшем регионе Таиланда урожайность риса полностью зависит от дождей. Если их нет, то нет и прибыли. Поэтому местные жители решили выращивать сверчков, а затем продавать их. Владельцы небольших хозяйств кормят их тыквой и зелёными листьями. Бунтам Пудхачат – один из 30 местных смельчаков, решившихся на разведение мини-скота. Если урожай риса мы получаем единожды в год, то сверчков можно собирать раз в два месяца. То есть получается шесть раз в год. Это приносит мне дополнительные 3000 долларов. Неплохая подработка. На рынках Бангкока можно найти самых разных насекомых, начиная от всевозможных жуков и заканчивая водяными клопами. Есть как живые, так и сушёные. По словам владельцев торговых точек, сверчки – наиболее продаваемые насекомые сразу после личинок и кузнечиков. Местные жители охотно употребляют их в пищу. Стоит такая еда по местным меркам достаточно дорого. Килограмм сушёных сверчков обойдётся в 13 долларов. А за такое же количество личинок красных муравьёв, незаменимого ингредиента нежнейшего омлета, придётся и вовсе выложить 16 долларов. Более полутора тысяч видов насекомых употребляют в пищу в ста странах мира. Для многих людей это полноценная пища. В насекомых содержится такое же количество протеина, как в мясе или рыбе. Помимо этого, они богаты витаминами и минералами. Более того, разведение насекомых требует гораздо меньших затрат, чем, например, выращивание скота. Чтобы получить килограмм говядины, потребуется почти 19 тысяч литров воды. В то время как для того, чтобы вырастить такое же количество насекомых, нужно 7 литров воды и 1 килограмм корма. Выигрывает от такого фермерства и экология. В процессе разведения насекомых в атмосферу выделяется гораздо меньше вредных газов. В этом ресторане подают около 10 блюд с насекомыми. Модлуи Чаймано – постоянный клиент заведения. Его любимое лакомство – жареные водяные клопы. На вкус они липкие и мягкие. В отличие от других насекомых, водяные клопы хорошо пахнут. В Таиланде употребляют более 200 видов насекомых. А в таких странах, как Камбоджа, Лаос и Мьянма, они гораздо дороже курятины и говядины. Всего в мире зарегистрировано более 20 тысяч ферм, где выращивают насекомых. Значительная их часть приходится на Таиланд. Согласно Уильяму Шекспиру, вся жизнь – театр, а люди в нём – актёры. Для некоторых наших соотечественников жизнь действительно театр, только кукольный. Премьера в нём происходит регулярно – два, то и три раза в месяц – по мере генерирования новых идей. Современная кукла, которой так увлечена карагандинский мастер, всё меньше остаётся игрушкой в прямом смысле этого слова. Она постепенно и уверенно перебирается в разряд произведений искусства. Изучать их можно часами, ведь любовь к этим удивительным предметам хранится в сердце каждого из нас. Как вручную создаются шедевры для детей и дома, знают наши региональные корреспонденты. Свои творения Марина Попова демонстрирует с гордостью. Кукольный дел мастер, сейчас уже обладатель различных сертификатов и достаточно известный рукотворец в социальных сетях. Именно там у неё масса знакомых и фотографий подаренных кукол. Себя Марина Алексеевна называет сапожником без сапог, потому что своих кукол раздаёт. Готовых поделок долго дома не держит и говорит, что кукла может привыкнуть. Много видов кукол. Вот есть тильды, есть куклы чердачные, есть примитивные куклы. Они очень так интересно оформлять, потому что они бывают с одним глазом. Или один глаз большой, один маленький. Но это уже как фантазия у художников пойдёт. Вот. Затем есть куклы-трепиенцы, которые из Японии. В Японии их изобрели. У них полностью повторяются женские очертания тела. Примерно три года назад, рассказывает Марина Попова, внучка попросила сделать зайца, которого увидела на картинке. Рукотворная игрушка получилась настолько удачной, что рукодельница до сих пор не может остановиться. Так и началось взрослое увлечение куклами. Солидная часть семейного бюджета ежемесячно уходит на любимое хобби. Дело это затратное, потому как в ход идут и специальные ткани, и украшения. Последние называют драгоценностями в прямом смысле этого слова. Стоимость той или иной детали зависит от цвета, размера и материала, из которого она изготовлена. Ну, примерно вот эти глазки, вот я выписывала, 20 долларов. Пуговки, по-моему, 10 долларов, наборчик. Ну, это занятие, конечно, затратное. Рыбаки же тоже тратят на себя денежки. Поэтому у каждого свое хобби. О технике изготовления кукол Марина Попова может говорить часами. Ее работы сейчас разлетаются в качестве подарков и сувениров страны ближнего и дальнего зарубежья. Между тем, на изготовление каждой уходит от пары недель до месяца. Несмотря на это, мастер с легкостью раздаривает свои творения знакомым и близким. Наверняка у каждого из нас был такой период, когда и домовая книга, и квартплата имели единую систему координат. Ворох листьев и пригоршню веточек. Когда протекающая в дождь крыша доставляла истинную радость, а соседями были залетные пернатые вскворечники. Когда боевой клич Тарзаны – это единственный рингтон, оповещающий о приближении дворника или родителей. Когда не было дефицита жизненного пространства, и жилища разной модификации строились прямо на деревьях. Этот период называется детством. И многие взрослые по-прежнему с ним не расстаются. Для этих ребят с роковым размером обуви квартирный вопрос встал ребром под углом с сучком и задоринкой в нашем сюжете. В густой чаще леса на востоке Германии дома на деревьях не сказка, а быль. Этот необычайный отель предлагает своим постояльцам поспать на макушке дерева. Правда, не со всеми удобствами и благами современной цивилизации. Домики малы и оснащены только самым необходимым. Например, про горячую воду здесь можно забыть. Место расположения самой гостиницы перенеслось за пределы города, в лесную глушь, недалеко от германо-польской границы. Несмотря на это, ежегодно тысячи людей приезжают сюда. Гостиница состоит из 10 домиков. Самый маленький двухкомнатный стоит 180 евро за ночь, а большой на 6 человек – 250. Некоторые дома всего в нескольких метрах от земли, а для любителей забраться повыше есть и пентхаус на высоте 15 метров. Постояльцы могут навещать друг друга. Жилища соединены шаткими деревянными мостками или могут встретиться и поболтать на нейтральной территории в центре отеля. В стоимость номера входит завтрак и поиски клада. Забава для детей в вечернее время. Лиза Кирстен и Паулина Урсинос, студентки из Дрездена, приехали сюда на одну ночь. Перед поездкой они выбирали свой домик на сайте гостиницы. Им понравилось небольшое жилище с голубыми стенами и большой террасой. Кирстен считает такой вид отдыха забавным приключением. Забронировать обычный номер в обычной гостинице можно где угодно. Конечно же, в традиционных отелях намного комфортнее. Зато здесь настоящее приключение. Ванная комната в их номере – это небольшая раковина и биотуалет. Никаких кроватей «Кингсайз». Но это не имеет значения, говорит Урсинос. Пять из десяти домов были построены в 2005 году. Остальные добавили позже. Гостиница находится в центре развлекательного парка, в котором помимо отеля на деревьях, есть и горожная территория для животных, игровые площадки и горки для детей. Если не хватило номера на дереве, здесь есть хижины на земле. Они всегда открыты для желающих остаться на ночь. Каждый год парк посещает около 90 тысяч человек, и 16 из них останавливаются в отеле. Юрген Бергман – владелец парка и отеля. Большой любитель домов на деревьях. Сам живет последние несколько лет в хижине из детской мечты. Жить в таком строении – невероятное удовольствие. Мой офис, кстати, тоже на дереве. Теперь я хочу предложить необычный вид отдыха своим гостям. Этот отель из детских грез находится в Саксонии. Вольфганг Гартнер, глава отдела международного маркетинга в Саксонском комитете по туризму, отмечает рост спроса за последние несколько лет на альтернативные, иногда странные отели. К слову, отель на деревьях работает круглый год. Такими событиями пополнился мир бесполитики в эти дни. Еще больше народных новостей вы можете найти на сайте 24КЗ. И помните, самые незаурядные личности, вдохновляющие истории и неординарные ситуации вокруг нас.